всем привет друзья всех с началом новой недели я что уже столько дел передела 10 часов часа уже кучу дел передела с утра кашу манную наварила всех накормила потом варила кашу вот такую это одна гарнир знаете как называется суворовская каша в общем здесь ячнивая нет игру ячмень пшеница овес и нут вот вот такая каша называется суворовская в пакетах она но я обычно в пакетах варил потом пакет эти убираю потому что они меня не любят в принципе вкусно вкусно знаете с нутом получается фильма тут у нас сидит играет а вот и каши будут котлетки запекла котлетки вот что еще бутерброды сделал на завтрак им тоже ну матвея еще не вставала тут сколько поели поели творог одну в партию же вынесла отвисаться это вторая партия сейчас буду ее откидывать но это мне обезжиренный творог он такой меленький нежненький его не перегреваю нежный а вот здесь сыворотку нацедила сейчас буду делать адыгейский сыр вот там у меня крылышки куриные варят сейчас будем суп варить еще что ваш на весь день хватило ну что каша с котлетками на обед а на вечер ничего не будет поэтому решила еще и суп час варю на крылышках наверно солянку буду делать они и хорошо едят вот такие вот дела вот столько уже успела еще много планов лук досушиваю видимо в доме влажность большая не очень-то пока еще просох может за ночь напитал я вчера его на ночь потому что отключила он так у меня и стоял ночь в сушилке сейчас открыла он влажноватый наверно питал поэтому сейчас еще досохнет маленькой уберу лук и новую партию будем закладывать вот остальное все как обычно алюша на работе все остальные дома деда сегодня вроде температуры нет не значит такое с ним вчера было вот на улице тепло 20 градусов солнечно но это пока не знаю может потом будет опять гроза какая-нибудь но пока хорошо светло хорошо ладно пошла я снова творог откину сейчас и адыгейский начну варить сыр вот так что сегодня на кухне кручусь верчусь новогороде вроде были меня все переделал утром даже успела теплицу полила гусей управила общем вообще вроде все пока все вроде ничего страшного в общем уже пять часов я схрапанула после сбора урожая ну мы немного 3 литра смотрим набрали жимолости посидели а потом что-то так нас зажарил у меня даже на телефоне было написано что перегрев и в общем ушли мы домой 24 градуса но и на солнце жарко жарко было вот сейчас буду вакуумировать сыр покажу вам как я это делаю вот край запаяла и вот даже мои большие круги помещаются этот пакет который 28 сантиметров вот уже подсохший все цирку тыс немножко большего ты делал этот раз маленький это сделала так мы не было неудобно запаивать как бы он никак не укладывался у него в агрегат сейчас дело побольше ну пусть будет побольше удачно заправить это если где-то зажмется не там то он потом не сосется вот с ровненько 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 можно даже чуть-чуть назад задать попробуем так вот вот идет так же удобно сейчас вот обходимся без вас воска а то все воск запаивать приходилось сейчас я сегодня уже распечатала после запайки первый сыр который вырежется давай переключайся о переключился ну все видите какой тихо тихо ну аппарат паяет и подойдем дальше а зачем их паять ну как запаять же пакет надо опять воздух уйдет сейчас там воздуха то нету так все открываем вот такой получается сырок и холодильник сейчас только дату надо взять по мастер ходи где а можно я напишу не а какое сегодня число ты знаешь сегодня уже 20-е 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 21-е 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 становится. Я его в такие пакетики тоже хочу запаять, потому что смесь еще неизвестно, когда буду делать осенью, когда все ингредиенты уже на сушу. Там много ингредиентов надо, а петрушка еще только взошла. Ее еще вообще не скоро сушить, так что я пока соберу, завакуумирую, оно надежно будет храниться тогда. А так в банке может где-то и отсереть, еще что. Мама, все кричите. Сказать не даете, все кричите. У нас базар какой-то, блин, к вечеру начался. Собрались все, соскучились. Мама целый час спала. Кошмар, да, бабушка? Горлопаны все такие, что... С тряпочками, конечно, не знаю, удобно, неудобно, но хоть не проваливается, конечно, а то он мелковатый все-таки, да? А теперь верни просто в чашку большую. Я сегодня фото мораль что-то. Ну, сейчас я попробую потихоньку вот так вот свожу. А может действительно в чашку потом и рассыпать? Конечно, так вот. Ладно, нашла я, в общем-то, в чашку. В общем, поняли, какой лук получается, кто спрашивал, да? Вот такой вот. Нормально, он в приправы само-то идет. Как бы смешиваешь потом с сушеной морковкой, там, петрушкой, утропом, специями разными. Сейчас я вам покажу, как лук смешно появится, потому что получается вот такой пакетик. Потом, говорю, непонятно будет, что это такое зеленое. Ну, я не думаю, что он как-то особо раскрошится. Нет, ну, а если раскрошится, так и лучше еще. Так. Сейчас мы с вами запаяем. Покажу, сколько воздуха в луке, на самом деле. Тот пакет пополнее, правда, был, чем этот. Но воздуха в нем реально много. Зато сейчас бросил и без проблем. Знаешь точно, что все будет нормально. и не отсыреет, и сохранится, и все качества в нем сохранятся. Так что лучше вакуумировать, наверное, да, все-таки? Даже в плане компактности, а то так бы две банки пришлось поставить. Если сырой, завакуировать. Сырой? Ну, если в морозилку, в этом можно. Почему нет? Ну, такого все равно в морозилке немножко. Это такой получается. Мне сушеный больше нравится. Именно лук. Сужой, висок, иди висок. Сейчас Матвей нам подпишет, опять же, это лук, и все. Ладно, сама подпишу, сиди. А мы с Алешей сейчас за травой. Он уже пошел собираться. Лук. Все. Ты надевайся так, как лещи. Да, ну, такая же рака надеваться-то неохота, да? Как раз таки. Отличая от ловите охота. Да не поймаем, поди. Ну, все. Чего, малыш? Слушай, как нет. Как нет, куда-то кушай. Всего ничего засушили за сутки почти. Да не, не за сутки. Я, получается, включала вчера на 8 часов, а сегодня на 4 часа. А вот за 12 часов, получается, высыхает партийка. Но это, на самом деле, немного. Если вскрыть, это все опять в объеме увеличится. И лука-то было немало. Витаминов-то много было. Ну, ладно. Все, поехали мы за травой. Слушайте, вот за оградой косила. У меня опять все заросло и в одуванах. Надо гусям хоть здесь попросить прийти. Бутерброд ем. Тетерина пахлаву прислала. Она же очень сладкая. Ну, что, что, съела кусочек. У меня, видать, это... Желчное отделение пошло, короче говоря. Печень заломила. Ну, что, бутерброд пришлось взять. А то на голодный желудок, да. Сладкая, видать, нельзя. Короче, первым делом сладкое не едят. Сначала еду поесть надо, а потом сладкое. Ну, мне так захотелось попробовать. Я люблю эту пахлаву. Но очень сладко, поэтому я сама себе не покупаю. Только если она угостит. Ой, такие дела. Ну, ладно, сейчас поедем. Вроде попрохладнее стало. В этот днём-то вообще, конечно. А жилище было. Жилище, жилище. Сейчас не знаю, на какой покос поедем. Как скажет Олюш. Забыла я опять литовочку мою взять. Хотела вот этой густерни гусян накосить, попробовать. Руками что-то не хочу. Так что до следующего раза, видать. Мне кажется, грубовато, а не будет так легко рваться. Не знаю. О, смотри. Неужто опять дождь собирается в ринге? Да. Сычки ходят. А то что ли из бака перекачали? Я не качала. А кто перекачал? Ну, может, дед? Хотя нет, дед сегодня особо не встает, еще болеет. Нет, но она вроде как. Вчера еще не было. А, ну так давно уже, да, качал дед. Да? Да. Этот рапс-то уже, он какой. Такой он с рапниками. Кто крайне понимает, для чего все-таки его выращивать? Не уж-то масло будет делать рапс-то. А мне кажется, как эта сверенка с капитиной. Так она как-то невысока, все равно невысока. Как редиска какая-то вбережешься. Зато, видишь, как густо. Ну, может быть. Так, сегодня у нас косилка после ремонта. И колесо ей поменяли. Эту шину. Не шину, а как называется, камеру. И наточил, дед. И что-то там еще делал. Поливать-то. Кого? А, нажито? А? Да не знаю. Ну, попробуй так поди, ничего не знаю. Он даже тебе ее заправил. Опять у нас там выкосили целый прямоугольник. Ну, вроде повеселее пошла-то. Забырил Саш. Забырил Сашу. Забырил Сашу. Как, да че. Где-то ему говорит, ходи маленькими квадратами. Нет, все равно он ведь тоже позвоим и все. Но сегодня она не глохнет. Вот сколько даже самую грубую траву прошла, она не стопорится. Там что-то дед сделал какие-то ролики, там что-то подтягивал, ремни, чтобы не это... не горели. И вот она сегодня у нас все проходит, видите, ни разу не встал. Так что вот так. Даже такую заросли проходит нормально. Непрокос, конечно, и есть. Ну, тут такие заросли. Столько нижней этого сухой травы, что все равно, видать, будет. Нелегкий, непрокос. Все, большая трава стала, тяжело собирать тоже. Ага, что, много? Да. Получится, вот тут черед оставался, ага. Косилка у тебя. Нескошена. Так-то нормально, лучше стало? Нормально. Ну, и трава, видишь, там уже большая. Мы такие кучи, да, большие наворотили. Вон, раз, ты помнишь, были какие маленькие? А сейчас такие большущие. Тут? Так, классные, да? Угу. Ага. Подписывайтесь на мой канал. Угу. Комарок год на год не приходится то в прошлом году уже в мае мы уже маялись мухами комаров конечно фима где-то находит но в это время знаешь как всякие о воды кусает на покосе сейчас никого нет да не делись холодно ну вот мы кашем такое ну наверно чуть меньше дали уж футбольного поля или с футбольное поле ну вот пока по площади сколько вы каша меньше половину футбольного поля нет я к тому что кто-то из подписчиков тебе предложил косить ручным триммером с диском я к тому что такой площадь вот такой вот я как бы это с диском это но это очень много до ходить поэтому одно это нереальное предложение конечно с такой-то но находишься если еще и таскать на плечах это все потом просто сил не хотя у нас конечно дисковые не было никогда и покупать не будем ради этого ради этого мы купили нашу косу но сегодня мы много много накосили ну по косилке вроде бы что хорошо что она не стала у нас заедать не останавливается сама по себе а вот но то ли трава такая густая то ли рельеф видите он весь вот такой вот с горы на гору вот так вот если видно я не знаю наверно не видно да отсюда но вообще-то он очень корявенький почему здесь трактора и не заходит пахать внушто плохой рельеф для большого трактора невозможно скосить вот все равно приходится общем проходить где-то по два раза он практически все прошли по два раза то есть чтоб точно хорошо скосить более-менее это и то кое-где я лёша видимо не увидел лежали уже с напыток сказать вот так вот это все лежала трава и не увидел что оставил травку но следующий раз он из кость чтоб красивенько было ну а так-то в принципе много наверно дня на 3 дали уж должно хватить вообще прям много нужно два раза трамбовал вот сейчас поедем уже все дело в том что походу гроза какая-то идет все таки опять нас польет я думала сегодня вечерком пройтись еще раз на долго носика поохотиться но в смысле побрызгать его фитовермом но наверное не буду ну что опять ночью похоже будет какая-то мокрая история так ночью грабли то уложишь я пошла машину судиться что-то я замерзла такое странное лето днем запарились мы на ягоде сидеть убирать тяжело было голову на голову напекал и вот жарко вот а сейчас замерзла прям таки прохладненько ну слава бога никто особо не кусает к этому шка летает но не это не кусочи так вот ладно поехали домой алёша говорит интересно нас матвей с тележкой ждет или не ждет не знаю не знаю сейчас поглядим это не наш андзерсник ой видишь и лисы как хорошо цветут пока тихо сейчас байкалом подаст команду что мы приехали пойди выбежит а может и нет вот как вы думаете выйдет осмотреть тележка или нет ой-ой-ой завтра а ты это сама думаешь ты чё я не знаю я не знаю смотря чем он занят он судя даже на стрельбу не ходил где-то болеет я ему предложила с собой пойти в том что решили что сегодня у него выходной будет от стрельбы ой пойдем поглядим ой бычок-то плачет услыхал ты предсказуем ой это кто идет тоже помощник чего у вас лучше рвать да я говорю выйдет матвей не выйдет открывай и он стоит ну чё ты расскажи сегодня что у тебя какой ты урожай ты первый собрал земляника да четыре ягодки он сегодня первые снял а это что в цветке ты хоть не ешь это нельзя есть ай вкусно ну как тебе сегодня комары не кусают да нет нет ну ладно тихонько доски на ноги не урони ему а там с другой давай давай аккуратно но ноги не уроните так вот именно чтоб на ногу не упала Аккуратно аккуратно Матвей ноги береги так колено он повредил ну и как у него стрижка очень хорошо поровней стало не так низко висит волос глаза не закрывает теперь кто что папка опять придумывает да весь в отца как косилка да нормально что такое ух ты пёс ты мой пёс Вот еще один пёс, да, привет, скажи, ой, тетя, ты зевала, занервничала. О, мой хороший, ой, 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 кто бы не приставал, да? Вези, сколько есть. Отходи, отходи. Может, здесь месяц будет, где купаться. Вот даже, даже дождь. Дождь пошел, а вот, мы ведь успели. Это моя проблема, я сказал, что будем через месяц купаться, и вот дождь раз выглазил. Да ты что, дырку надо искать, да бассейн. Дырку надо искать. Да правда, даже меня сдувает. Ну как, ест? Фима, Фим, сходи там, это, у гусей, возьми ведро. Там бачо... Да, черное ведро неси, папа нагрузит, него травы и гусям дадим. Не бегай в шлепках, не бегай. Он бежит, бежит, да и, наверное, раз упадет в этих шлепках. Ни в какой тапке не одевает. Я, привет, котик, привет всем, привет, Шотина. Да дай ты ему, он плачет. Сейчас, что-то весь, привезет. А-а-а, а что, мало тут? Зуется. Смотри, вези сколько есть. Не торопись, не торопись. О, молодец. Да поближе поднеси. Сейчас папа бычку даст. Тихо, подожди. Отходи, а то он с этой палкой стукнет. Ой, ничего, ты ему подарки делаешь. Наверное, много, Алёс. Вот так вот, ага. Ты что, опять конфеты есть, что ли, Падик? Хватит, хватит, конфеты есть. Аль, ты что-то съел? Да, ну давай сейчас наговори всякую ерунду-то. Не надо гадости есть, что-то такое. О, это что? О, бля! Алёша, вот сюда ведро мне сейчас скинешь. Я гусям унесу. Или нет, Фадей унесет. А я снимаю, да. Давай, давай, помогай. Покажу. Кто ты? Сейчас он гусям унесет траву. Ага, сейчас гусям Фадей возьмет, тогда. А что так мало? А? Как мало, целая машина, мало. Это не мало, но много. Алёша, вот сюда нам, на груди. Фадей унесет. Отойди, отойди, папа, стукну. Ой, да что такое? Мама чихает, да? Такое понежнее. О, все, хорош. Хорош, хорош. Фадей, бери. Бери. Тебя нужда зала. А я спорю, маму, что? Пойдем, гусей, корней. Да, Байкал, да. Ох, цветы уже поливать надо. Ну, сейчас дождик их польет. Питуньки-то уже подвяли. За день-то. Давай, открывай. И ставь. О, молодец. А дай посмотрю, то, как он идет. Не закрывай. Ну, не закрывай, не видно просто. А что, намолоку слиптели? Нет? Посмотрим. Ага. Что-то не шибка нету, траву-то. Накидывается. Разойдутся, поди. Да, Фим? Да. Ты опять с телефончиком вчера поливать началась, сегодня дополивала помидорки. Ты на камеру убрала, а не есть начинка. Да? Стесняется? Ау. Ну, давай, покажи, где у тебя твоя земляника. Опа-ни, малюсенькая землянишка. Здесь она маленько грязная, мыть надо, конечно. И что? Да. Что? Мамая каша? Есть, конечно, еще. Смотрите, абрикосики я вам покажу. Фаина. Вот они. Железовские абрикосики. Мамая, я бы здесь сказал, что уже шнег пошел. Шнег? Почему шнег-то? Снег? О, это шнег. Что? Снег поедете куда-то? Нет, сегодня мы никуда не пойдем. Уже время. У нас не хлеба, ничего нету. До завтра сходим утром. Сегодня не пойдем. Куда? Ну, ладно. Все, в общем, приехали. Пошла я домой, где его понесу, вот и дождь. Фух! 15 минут 9. Банки приготовила. Сейчас пойду корову доить. Алеша уже пошел у нее чистить. Кур управил. А я успела в это время поставить тесто на хлеб. Сегодня будем делать домашний хлеб. Вот он. Уже вымесила почти. Ну, это французский, называется французский хлеб. Ничего особенного. Вода вроде как дрожжи. Мука. Все как обычно. Ну, вот он в книжке называется французский. Вот. Готовится он 4 часа. Так что закончится ровно в 12 ночи. Выпекание. Уже выпекание. И, в общем, не знаю. Либо я, либо бабушка. Кто-нибудь его достанет. Если не достанет, то до утра будет там сидеть. Ничего, в принципе, страшного тоже в этом нет. Вот. Ну и все. На улице дождь. Идет. Пасмурно копейцы. Темнотища такая. Вот. Такая погодка у нас. Ну, все поливает, конечно. С одной хорошо. Не надо нам вообще поливать в этом году. Вот. Торок сейчас тоже разложила я. Сегодня, в принципе, почти все подъели. Солянку маленько не доели. Тарелки две осталось, наверное. Вот так все нормально. В общем, подъели. Сегодня хорошо. Ой. Вот так и крутились. День закончился. Завтра новый день. Завтра я хочу сходить в парикмахерскую. Я записалась. Хотела сегодня. Но не взяли меня сегодня. Но завтра хорошо. С утра прямо к 10 пойду. В общем, отстригусь маленько. Вот. Все. Вроде больше новостей нет. Так что давайте до завтра будем прощаться. Всем всего доброго. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.